Подошёл к завершению групповой раунд межрегионального баскетбольного первенства России. Рускон Мордовия уже перед последним туром гарантировал себе вторую строчку в турнирной таблице группы «Б». А значит, и место в четвёрке команд, которые будут оспаривать между собой чемпионское звание в финальной стадии соревнований. Тем не менее, матчи последнего тура с «Космосом» из Самары отнюдь не превратились в пустую формальность. Команду гостей возглавляет никто иной, как Александр Селяев, специалист, стоявший у стоков зарождения баскетбольного клуба из Саранска. Именно он являлся первым тренером, созданного в 2005 году Рускона. Под его началом были одержаны первые значимые победы, которые позволили клубу подняться выше Ригуа баскетбольного чемпионата России. Ностальгия есть, присутствует, то, что я приехал. Если лет не ошибаюсь, семь назад я приезжал тоже студентом из команды, но мы играли на Химаше, там другой зал. То есть здесь играли в том зале, в котором, как говорится, мы с командой Рускон Мордовия одерживали победы. Ностальгия присутствует, я рад, в общем-то. Космос перед последним туром прочно обосновался на последнем месте в группе «Б» и уже давно потерял шансы на выход в финальную стадию межрегионального первенства. Тем не менее, это не сказалось на настрой и качестве игры самарцев. В Саранске Александр Селяев привез всего семь игроков. Но в первом матче, состоявшемся в понедельник, они смогли дать Рускону настоящий бой. Итоговая разница составила всего два очка в пользу хозяев. При этом три из четырех четвертей выиграли гости. Рывок, ставший решающим кондитером, удался в третьем игровом отрезке. Результат первого матча – 80-78 в пользу саранской команды. Ответный поединок начался по схожему сценарию. После первой четверти хозяева паркета уступали гостям одну очко – 18-19. Второй игровой отрезок прошел в равной борьбе. Счет перед большим перерывом – 46-44 уже в пользу Рускона. А вот после паузы солировал на поле уже саранский клуб. Полностью выключив из игры главного бомбардира «Космоса» Ивана Зеленина, мордовские кондитеры продолжали исправно набирать очки. Как итог, уверенная победа в матче со счетом 91-70. Переломный момент – то, что удалось сдержать их лидера 10-го номера. Взяли его более плотно. И если в первой половине он набрал почти 20 очков, то за вторую половину – один трехочковый – и все. Выключили их лидеров самое главное. Сразу трое игроков Рускона – Антон Ланчаков, Олег Корчев и Никита Сергеенко – смогли преодолеть в этом матче планку в 15 набранных очков. У гостей подобной результативностью могут похвастаться только Иван Зеленин и Станислав Севастьянов, на долю которых пришлось ровно половину всех заработанных игроками «Космоса» в этом матче очков. Завершив групповой этап межрегионального первенства, игроки Рускона долго отдыхать не будут. Уже на следующей неделе стартует финальная стадия турнира, в которой компанию лидером группы «Безон Урал-Поволжье» Кирову и Саранску составят лучшие команды под группы А Университет Юград-2 из Сургута и БК Нижний Тагил. Анастасия Мишкина, Александр Тюзяев. Наши новости.